Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Я прибыл из России. А вы приехали из России. Друзья, я хочу сказать, что мы очередной ролик записываем. Мы перед этим писали ролики, которые говорили, как проходят украинцы на границе. И вы знаете, что после 24 числа, скажем, открылись такие возможности. И сейчас украинцы проходят свободно по зеленому коридору. Алексей прибыл из России. Нам очень стало интересно, как относятся к гражданству российскому на границе именно американцы. Для этого мы пригласили Алексея, и он согласился с нами поучаствовать в этом коротком интервью. Спасибо, Алексей. Откуда войсковый город? Сам я из Самары. Вы мне вообще можете рассказать, как вы улетали оттуда? Понятно. Потому что, вы знаете, это очень важно. Люди говорят, что дорого, или билетов нет, или еще что-то. И почему вы оттуда уехали? У каждого история, наверное, своя индивидуальная. Моя история, я как бы планировал, у меня слабый английский язык, я планировал здесь учить язык. Я договорился, купил эти курсы английские, записался в посольство. Посольство, так как нигде не работает, я подал анкету в Белград. То есть, у меня было назначено собеседование в посольстве. Я попросил у консула переводчика, но мне отказали в связи с ковидами. А собеседование со мной не прошло, в плане того, что английский нет, но English, но виза. И поэтому тут еще в этот момент началась война, конечно, и поэтому я в Россию что-то даже испугался возвращаться. И поэтому я с Белграда купил сразу билет до Мехико. Сложности были в чем? То есть, карточки не работают российские, все карточки, то есть, не работает ни виза, не заблокировано все. То есть, я как бы заблаговременно, не знаю, предчувствие какое-то, я взял, ну, то есть, я летел с кэшем. Конкретно на границе Шереметьево кэш прям, как вот сотрудники полиции, ну, и таможни пересчитывали, на калькуляторе складывали, чтобы не было там больше 10 тысяч долларов. То есть, они все отпустили, как бы не рост, конечно, был такой. То рейс отменяли, то переносили на час, то на два переносили. Потом еще в любой момент, у нас в России такая ситуация есть, когда есть судебные приставы, выкладывают запрет на вылет. Кому-то. Любому человеку. Да, я говорю, кому-то из людей. Да, да, да. И ты не знаешь, ты там или нет. У меня, когда я ехал из Самары в Москву, я ехал на поезде, и у меня пришла эта смс-ка на госуслугах, у нас есть такая программа в телефоне. И у меня запрет на выход, ну, на выезд. Ай-яй-яй. А сейчас, во-первых, штрафы в России очень огромные по поводу политических. Первый штраф, если за митинг, 30 тысяч. Второй штраф 50 тысяч. А сейчас вот закон выпустили, там до 15 лет уголовную статью какую-то сделали. Вот. Ну, и у меня, естественно, я ехал, у меня пришло смс-ка, я думаю, ну, не дай бог это. У меня было два опасения. Или отменят рейс на самолет, что уже было. То есть, я первый раз купил самолет, отменили рейс, но это был аэрофлотовский рейс. Я взял тогда на сербские авиакомпании, тоже важно, в Сербию лететь только именно на сербские, в Хавелине. И пришла смс-ка на запрет на выезд за границу. Вот. То есть, я тут, тут же отзвонился родственникам, говорю, бегите туда к судебным приставам, что хотите, там, платите денег. Решайте вопрос. Да, решайте вопрос, как бы они сняли. Тут же мне это все... То есть, вот нервоз, конечно, был такой полный. Все, сел я в самолет, долетел до Мексики. Из Мексики спокойно вышел, то есть, никаких вопросов. Но у меня был полный, полный... Я брал билетом Белград-Мексика, из Мексики в Белград обратно. То есть, обратно будет билет. В оба конца, да. То есть, еще вопрос такой, с Белграда, опять же, купить, чтобы билет, заказать через интернет, то есть, невозможно. Потому что нет электронных денег. Да, только кэш. Мне пришлось прийти в туристическое агентство, к сербам. И за наличные я купил билеты. Тоже билет, тоже как бы невозвратный получается, но... Дорогой билет? Две сто он стоит мне, туда-обратно, долларов. Две сто долларов. Ага, туда и обратно. Туда-обратно, где-то нет. Не дешево, да. Ну, в принципе, да. Но, говорит, сейчас уже, говорит, из Москвы еще больше. А, из Истамбула, говорит, что там еще подорожало. Еще дороже, да, да. Хорошо. Вы прилетели в Мехико. Дальше что? Ну, с Мехико я приземлился. У меня была, как бы у каждого человека должна какая-то, как план поездки в Мексику. То есть, нужно объяснить офицеру, для чего, зачем, почему. Моя цель визита была посетить вулкан Пятитысячник, который просто... Ну, как... Идея была, хорошая, в принципе, но мексиканцы не спрашивали ни полицейских, ни ничего. Я на следующий день купил билеты в Тихуано. А, нет, я приземлился в Мехико, взял билеты в Тихуано на следующий день на утро на ранний рейс. И обратно? Да, тоже и Тихуано, и Мексика, и Мехико. И это сколько билет стоил? 450 долларов. Туда и обратно? Туда и обратно, да. Ага, понятно. Вот, долетели до Тихуаны, и вот уже на выходе, то есть, два самолета прилетело, количество, большой, ну, человек 400 проход, коридор, и люди, ну, то есть, офицеры просят Айди, чтобы все проходили по Айди. У кого нет Айди, украинцы шли с детьми, сразу нас как бы в отстойник заводили. Ну, да. Вот, в этом отстойнике немножко уже, конечно, нервоз такой, то есть... Ну, да, что будет дальше. Да, что будет дальше. Ну, мексиканская полиция посмотрела билет обратно, то есть, забронированный отель, и все, welcome, сказали, до свидания. То есть, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы вы на этом обратили внимание, именно вот на то, что сейчас Алексей сказал, что эти правила четко выдерживать, это для граждан России. Пожалуйста, билет в два конца, пожалуйста, билет в два конца, и обязательно план, что вы будете посещать, и забронированная гостиница. Это обязательно должно быть. То есть, у них тогда нет официального запрета вот впустить вас в страну. Ну, нет, потому что у вас все документы есть. Я еще ремарку хочу ставить, потому что, еще вопрос, потому что нет карточки, карточки не работают, забронировать на букинге не получится, поэтому хотя бы нужно сделать распечатку, что именно... Уже забронировано. Ну, якобы, что вот именно в этот отель я еду, вот у меня, то есть, такие дела. Все, ну, мы приземлили, вышли мы из Тихуаны сразу. С аэропорта, да. С аэропорта, да. То есть, как бы, ну, я сразу пошел на границу, то есть, мне охота было посмотреть, я прям по пешеходному, я встал в очередь, как все вот это пешеходное... На зеленый коридор, да. Ну, она не зеленая, а вот все, кто мексиканцы, это все американцы, кто идут без машины, они идут по очереди, очередь идет очень быстро, и дошел буквально прямо до этого, до границы. То есть, там день-два, там было, как бы, я помню, скопление русских, ну, это там, как бы, лагеря они там стояли. Русскоговорящих, да? Русскоговорящих, нет, именно тех, кто из России. Из России, да. А, вот и важно. Потому что я штудировал все видео, ну, готовился, то есть, я уже знал там, ничего ожидать. Вот, но уже, как бы, русских не было, не знаю, как они... И там стояла женщина, волонтер, она мне подсказала, что, говорит, смотри, говорит, у нас с 1-го, 2-го апреля вступает в силу, отменяется... Трамповские какое-то постановление или договор, или закон какой-то американский. Так. И что открывается вот этот проход, пешеходная зона, ну, как это, пешеходная коридора. Да, да, да. Ну, и она мне, как бы, посоветовала, если хочешь вариант, вот дождись, но будет очень много народу, потому что все беженцы, которые хотят перейти в Америку, то есть, там будет огромная эта очередь. Ну, я не стал рисковать и решил, как по накатанному это, взять машину и ехать границей, переходить на машину. То есть, вы купили автомобиль, и на этом автомобиле вы уже могли заехать сам или с группой людей, там, ну, главное, чтобы автомобиль, в общем, был. И вы тогда проезжаете. Друзья, я скажу, как это делается тоже, потому что я, Алексей, вот буквально проехал. Ну, значит, самое главное, чтобы вас пропустили на первом пункте, где просят показать ваши документы. Вот просят, вы подъезжаете, стоит такой пограничник, предварительный досмотр, я так говорю, предварительный. Вы должны показать, что у вас есть удостоверение, и вы его показываете, и он говорит, проезжай. И когда он сказал, проезжай, вы проезжаете до, буквально, может, метров 50 или 100, смотря где оно, по-разному. И уже офицер, который именно проверяет ваш паспорт, сканирует его там и так далее. Если вы американец, проблем нет, заехали. Если вы, вот так, как Алексей, ехали, вы что-то показали, благо, что тот, кто делал предварительный досмотр, отнесся халатно. Он так глянул, ну, проезжай. Он не разобрался, я, скорее всего, это ночью был. Да, 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 да. Ну, как раз без 15 и 12 у нас, мы с тобой где-то полтора часа в очереди ехали, в пробки. Да, очередь всегда есть, и днем, и ночью там очереди есть, можно и два часа встать в очереди, и три часа. И офицер так вот, он не досмотрел, он так через окошко показал, ночь, он говорит, ну, проезжай. И вот этот был решающий момент для хорошего въезда. Он въехал, и все. Когда он подъехал до второго пункта, уже сказал, что хочешь политическое... Да, у нас водитель собрал все паспорта, сказал, это I need political association, и все у нас, как бы, офицер кивнул головой, окей, все. И мы начали отдать паспорта, и офицер начал оформлять какой-то документ. Ну, и уже как бы по этапу он вызвал другого офицера, нас сопроводил на... Машину в сторону забрали? Нет, нет. Ну, мы с офицером сопроводил на пункт досмотра, там где-то в глубине вот этой границы. И все, очень отношение американских офицеров, пограничники, они очень были такой... Хорошие. Хорошие, да, и там и в туалет можно, пожалуйста, все. И вот это, то есть, очень... То есть, сравнить с российским вот эти... Вообще небо и земля, конечно. То есть, первое впечатление было отличное. Ну, и все, как бы, нас оформили, описали. Пока мы стояли, нас описывали, еще машина подошла, там тоже две семейных пары. Женя, ну, девушка была вообще в положении беременная. То есть, все у нас... Вас, в общем, оформили, и дальше что было? Ну, оформление, конечно, это долго, часа три-четыре, это все. То есть, вот, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, вот, никакие... А, ну, сняли мы шнурки, ремни, ну, то есть, это подготовили, как бы, это... И потом пришли офицеры, нас завели уже в это, там, я не знаю, как помещение, в помещение... Типа камеры такое. Да, помещение типа... Ну, не камеры, как бы, как приемный пункт. То есть, у нас вот собралось, я так думаю, где-то... Ну, две машины как раз вот у нас было... Человек десять, наверное, да? Восемь человек. А, восемь. Восемь человек. То есть, нас каждый офицер там, ну, обыскали. Это... Сумки нас вообще не досматривали, сумки. Деньги, у кого-то у меня была наличка, я еще... Ну, он когда в кармане, я достал наличку, я типа, ну, говорю, надо посчитать. Он говорит, нет, нет, ты, говорит, убирай в карман все, и это твоя зона ответственности, мы за них не отвечаем. То есть, нам твои деньги не нужны. Понятно. Вот, у меня тоже важно с собой... Я ехал, так получилось, что у меня паспорт старый, загранпаспорт, он кончался в ноябре, я его взял и открыл еще новый загранпаспорт. Да, и уже с двумя как бы. И плюс еще российский паспорт. То есть... Ну, и внутренний. Внутренний, да. И то есть, я паспорта как бы сдал только один, а два паспорта у меня осталось с собой ничего. Никаких ни документов, ни права. То есть, они забрали паспорт, да? Да, по которому как бы въезжал, но сказали, должны его отдать. То есть, на... Да, ему когда-то отдадут. Просто уже будет особо другое оформление документов здесь и так далее, да. Ну, по прибытию в камеру... А, то есть, нас обязательно всех построили, спросили. Вышли медицинские сотрудники, померили давление, у кого какие-то проблемы, все расспросили. То есть, настолько это прямо... То есть, у кого какие-то таблетки, пьете, не пьете, да? У меня там лекарства там... То есть, все... Начали разбираться с этими лекарствами, потому что лекарства американские, ну, там, иностранные. Да, 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 совместимые. То есть, все это сделали, то есть, поговорили. Даже не без знания языка, там у них переводчик, все, то есть... Хорошо, да? Да. Сколько вы вообще пробыли в камере, пока вас отпустили? Полтора суток у меня получилось. То есть, я в шесть часов зашел в камеру. Тоже ощущение такое, когда в шесть, ну, заходишь в камеру, и вся камера покрыта полфольгой, укрыта. То есть, это масса людей, которые накрыты фольгой. То есть, сначала... Ну, живые спят. Да, живые спят, да, как бы, то есть... То есть, люди, как бы, уставшие, беспокоить не пришлось. Но я как зашел, у меня было прям два метра возле входа, я прям постелил этот коврик и лег на него. Отлично. Ну, хорошо. И после того, как через полтора суток вам сказали, что мы вас отпускаем, да? Ну, да. Ну, тут хочется два слова хотя бы сказать по поводу этих полтора суток, как это все происходило. Вот в камере, да, в основном русские, ну, русские ребята молодые. Ну, русскоговорящие. Да, русскоговорящие в основном все. То есть, разная география. Белоруссия, из Белоруссии было пару человек. Армения, наверное. Армения, да, да. То есть, да, где-то у нас такая интернационал была. Вот. Ну, и два, по-моему, один, по-моему, с Колумбии был человек, один еще откуда-то. Ну, и они уже как-то настолько, кто сидел 3-4 дня, они уже многие знали, говорят, ты, говорит, завтра выйдешь. Я говорю, ну, я сижу так, думаю, ну, вы что, как вы можете знать, а кто это? Они говорят, ты завтра выйдешь, у нас вот один выходит. Ну, а процедура какая? Сидишь в камере, вызывают, значит, делают ДНК-тест. Берут мазок, сделали ДНК-тест. То есть, это уже как бы, если ДНК сделали, то, значит, уже на выписку-то, да. Они уже знали это. Да, они уже как бы ученые. Хорошо, друзья, я хочу внести маленькое, значит, дополнение, что до 25-го, да, до 25-го числа люди сидели там подолгу. Бывало такое, что месяц и даже полтора месяца люди сидели не прямо там. Сначала они сидели вот в этом, скажем так, в комнате предварительное заключение, образно говоря, а потом их отправляли в детеншн. Детеншн – это уже тюрьма. Это тюрьма для эмигрантов, эмиграционная тюрьма. Их отправляли. И они там проводили еще каких-то там 2-3 недели. Пока там все выяснялось, не знаю даже, зачем это нужно было. Это не только по отношению к россиянам было. Это было по отношению ко всем. Особенно, если вы проезжали один. Если вы проезжали с семьей или с ребенком, вот так, как Алексей говорит, максимум двое суток выпускали. Но если человек один, он мог просидеть месяц. А сейчас Алексей один проезжал. Но в связи с изменением законов, его уже продержали. Почему эти ребята говорили? Ведь они же там 3-4 дня уже сидели. Ну да, да, да. А вас буквально на второй день уже и отпустили. Поэтому они знали, что с этого времени меняется закон. Поэтому, друзья, если вы собираетесь ехать, мы рады, будем видеть всех. Это наш центр духовного возрождения. У нас 16 национальностей. И украинцы, и русские, и армяне, и Казахстан, и Узбекистан, и Литва, и, ну не знаю. В общем, много всех разных у нас есть. Очень дружный коллектив. И вот мы очень рады, что Алексей нам сегодня рассказал эту историю о том, что полторы сутки и отпускают. Это прекрасно. И хорошие отношения. И хорошие отношения. Конечно, зависит еще от личности, от человека. Похоже, что вот ему попалось все хорошо. После этого вас отправили еще в гостиницу на несколько дней, да? Ну, в гостиницу. Когда нас уже в это выводили, с этого детенция, нам сказали, вот сейчас вы отправляетесь в гостиницу, 10 дней у вас будет карантин. Там у вас, ну, сдадите тест на COVID. И по результатам теста вы уже должны будете, как его... Покинуть гостиницу. Покинуть, да, к поручителю. Хотел, да, вот еще небольшой... О поручителе, да? Да, вот по поводу того, что многие люди, которые переезжали, самый важный момент такой нужен, чтобы был поручитель у вас. То есть поручитель – это тот человек, у которого есть адрес и у которого есть телефон. То есть, как это говорят, чтобы, как вот эти иммигранты, потом не разбежались, потом их как собирай по стране, а нужно было, должно быть обязательно поручитель. И у нас люди, у ребят, у которых не было, допустим, а их дозванивались там, то есть мы говорили номер телефона, и они, офицеры, дозванивались. Если все там подтверждалось, то как бы выписка была быстрая. То есть вот поэтому. И момент такой зависимости, я не знаю, зависит. Вот я вышел оттуда с этого детеншина, у меня было на руках, я сейчас не скажу форму, как она называется там. Там направление на повестку, то есть в суд, это была дата, то есть там был описан штат поручителя, где вот поручитель, в каком штате. И куда явиться в суд. Да, и на какое число появиться в суд. Вот я подавал вообще на Флориду, и у меня почему-то 24-й год был, а те, кто вот именно в Калифорнии, у них на 22-й год. Даже у многих людей был в мае 22-го года. Ну, то есть суд вам назначили, образно говоря, на 24-й год. 24-й год. Через два года. Да, это реально, друзья, сейчас очень большая очередь. Этот вообще, дата суда, она будет переноситься, даже если вам ее назначили. Мы знаем, где ее проверять. Я потом вам, может быть, другой раз расскажу, где проверять. Вы заходите на сайт специальный, вводите свой номер вашей вот этой карты, и там появится ваше дело, и будет, показано будет, на какое время суд. Или написано, что еще нету даты. Еще и такое может быть написано, что еще в процессе. Как Алексей сказал, что меняются постоянно законы, поэтому нужно за этим наблюдать. Наблюдать. То, что ему сказали 10 дней, это, так, может быть, самое больше 10 дней, но вообще, вот в этой гостинице для ковида держат где-то 2-3 дня. Это обычная гостиница, там есть душ, там есть все условия, вам дают кушать. Понятно, не так обильно, как дома, но все есть. Это абсолютно, вы не можете из нее выйти, из этой гостиницы. Вы не имеете права покидать территорию гостиницы. Вы должны быть там все время, пока вот не придет тест. Когда приходит результат теста, вам говорят, вы свободны, скажите, кто вас будет встречать. И вас вывозят, и вот вы уже в Америке, скажем так. Но это гарантия, что вы уже в Америке, даже если вы в гостинице. Просто нужно подождать результатов тестов. Ну, Алексей, спасибо большое за ваше время, за то, что вы поделились. Это было очень ценно. Я думаю, друзья, все, кто из России, я украинцам уже говорил, что они в любое время могут сейчас зайти. Но, кстати, вот сейчас, когда мы говорим об Алексее, и как и с российским гражданством, и украинцах, поймите, у него положение даже лучше, чем у украинцев. Почему? Потому что он не имеет статуса, но он в любой момент может его обменять, поменять и так далее. Он пойдет учиться, там и меняется все. Все, в статусе, вот этот гуманитарный пароль, который сейчас дают, вы в течение года не имеете права менять ничего, потому что вам дали только, скажем так, безопасное место, как прибежище. А он прошел сам. Поэтому здесь, как бы, знаете, мы не знаем еще, что лучше. Пока на этом все. Всего доброго. Если вы заинтересуетесь этой информацией, или нужен будет поручитель, у вас телефон есть на экране, звоните. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует.